Здравствуйте, дорогие друзья! Это видеообзор на электронно-механические часы от производителя Casio. Собственно, вот в такой коробочке они продавались. Стоят они порядка 2000 рублей. Конечно, можно найти и подороже, и подешевле. Но данные часы серии Illuminator покупались в официальном магазине Casio. Вот коробочка. Дальше все это было упаковано вот в такой пакетик. Вытаскиваете первую часть. Здесь, собственно, сами часы. И если откроете коробку с этой стороны, то найдете инструкции. Давайте, собственно, посмотрим сами инструкции. Первая инструкция, вот она самая тоненькая, это инструкция на русском языке. Далее идут инструкции на остальных языках, в том числе и на английском. Поэтому, если вы вдруг знаете хорошо английский, советую вам прочитать именно инструкцию на английском языке. Так как она более информативная, здесь больше картинок, с помощью которых вы познакомитесь с функциями часов намного лучше, чем, собственно, в русской инструкции. Но, в принципе, здесь вся исчерпывающая информация есть, вот именно в этих инструкциях. Итак, инструкция на русском языке, инструкция пользователя. Ну, главная особенность этих часов – это защита от воды. Вот, у этих часов защита под номером идет 4, есть защита от брызг дождя, также при мытье машины, подводное плавание, ныряние, также есть защита, но нет защиты от ныряния с опалангом. Собственно, вот защита, разряд номер 4. Также у этих часов есть и подсветка, есть и подсветка при повороте руки. Вот сейчас я вам покажу, как это выглядит в инструкции. Вот, собственно, когда вы наклоняете руку к себе для того, чтобы посмотреть, который сейчас час, то часы включат автоматически подсветку. Поэтому очень тоже функция удобная. Есть и будильник, есть и несколько секундомеров. Также результаты можно сохранять отдельно. Вот, собственно, часы так упакованы. Вот так вот все это выглядит. Вот сами часы. Модель, вот, пожалуйста, посмотрите, VS-300 1B. Вот модель этой серии иллюминатор. Ремешок пластиковый. Вот указано, что это серия иллюминатор. Вот они сами часы. То есть циферблат, мы видим, бросается в глаза сразу же механически. Далее есть электронный циферблат. Ну и календарь в середине, собственно, который показывает месяц и число. Ну и также день. То есть мы видим, что сейчас показывает воскресенье. Ну и, конечно, стоит отметить подсветку. Вот она. Она пропала. Вот она снова появилась. Ее можно сделать автоматически. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Зажимаете кнопку звукового сигнала. Вот был звуковой сигнал. Вот часы, скажем так, находятся в покое. Вот мы поворачиваем их к себе. Подсветка заработала. Погасла. Обратно возвращаем. То есть вот как наша рука выглядит. Мы несем часы. И решили посмотреть на время. Поворачиваем часы к себе. Подсветка начинает работать. Вот, собственно, удобная функция. Также есть системные клавиши. Вот они. A, B и C. То есть с помощью этих клавиш вы сможете настроить часы, поменять время. Ну и самое главное, по крайней мере для меня это было главной особенностью. Это вот эта боковая коронка, с помощью которой можно заводить часы механические. Я считаю, что это очень удобно. Есть и с клавишами системными, но мне такие модели не понравились. Покрытие здесь у стекла пластик. То есть никакого минерального стекла здесь нету, к сожалению. Поэтому часы противоударными назвать нельзя. Но самое главное, это защита от воды. Вот как они выглядят сзади. Также написана модель. Вот, собственно, такие вот неплохие и интересные часы от Casio. Но были куплены, само собой, чтобы можно было спокойно в них плавать. Ну и также, если вдруг на улице дождь, либо тот же самый случай, который указан в руководстве пользователя, моешь машину, чтобы не переживать. Для тех, кому интересно, взамен каких я купил. Я купил не взамен, а для того, чтобы использовать в различных ситуациях. Вот мои предыдущие часы. Вот также есть и календарь. Был кожаный ремешок. В дальнейшем заменил его на такой вот спортивный. Удобно гнется, удобно моется. Вот в таких часах, скажем так, посещаю институт, какие-то встречи. Вот, ну так, повседневно их ношу. А данные часы очень давно себе хотел именно Casio. Приобрел, как я уже и сказал, для того, чтобы использовать в экстремальных ситуациях. Очень понравилось, что циферблат есть и механический, и электронный, что есть подсветка. Также есть установка и будильника. Теперь давайте посмотрим электронные часы вблизи. Собственно, справа налево первый индикатор обозначает, что работает автоматическая подсветка. Опять возвращаем в состояние покоя. Поворачиваем часы к себе. Вот она работает. Следующий индикатор – это будильник. Работает он, когда проходит час и наступает новый. Такой небольшой звуковой сигнал происходит. Очень удобно. Следующий индикатор – также это звуковой сигнал, когда наступают новые сутки. И следующее обозначение – это то, что используется в формат времени 24. Также можно поставить и в формат времени 12 часов. Собственно, день недели, число и месяц – это уже верхнее электронное табло. Ну и сами механические часы. И в завершении обзора хочу сказать, что это были часы Casion серии Illuminator. Модель VS301B. И по цене были они куплены за 1990 рублей. В официальном магазине Casio. Поэтому, если данная модель вам понравилась, обязательно найдите, посмотрите. Возможно, это и есть ваш выбор в плане наручных часов. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите мои обзоры. Желаю вам удачи и до свидания.